Начало второго в Кирове. Добрый день. Меня зовут Владимир Сметанин. Сделанная в Вятке. Историческая программа. Сегодня пятница. Традиционное время для этой передачи. Я рад приветствовать в нашей студии Евгения Питунина, историка, краеведа, руководителя Музея инженерных наук, ВятГУ, президента Вятского ретро-клуба. Евгений Анатольевич, добрый день. Всем здравствуйте. У нас такая серия программ организовалась. Мы вспоминаем историю автомобильного транспорта в нашем регионе. И в предыдущих двух передачах мы начинали с самых истоков. Добрались теперь до годов 80-х. Очень много, кстати, отзывов я от знакомых, от автомобилистов слышу. Да, мне удивление. Мне даже пишут в соцсетях, что мы хотим еще. Интересно, интересно. Ну, я напомню, что у вас есть книга «Автомобиль на рядке. Сто лет». Книжка вышла в 2006 году. Можете полюбопытствовать, наши слушатели. Вы знаете, у меня тут на днях... Кстати, спасибо большое. Нет, не на днях. Спасибо нашему звукорежиссеру Денису Князеву, который мне дал ссылку на этот фильм. Фильм 1984 года. Алексей Погребной над ним работал. Это наши кировские документалисты. Папа купил автомобиль. Помните такой фильм? Наверное, видели. Теперь и припоминаю. Да, 1984 год. Там начинается с того, что обычная кировская семья покупает жигули, трешку красного цвета, и они очень радуются. А потом возникает множество проблем. Где автомобиль хранить? Нет абсолютно свободных мест на платных стоянках. Поставили во дворе, соседи ругаются. Чего тут ездите? Хватные газы и тому подобное. Надо записываться в очередь в гаражный кооператив, чтобы получить гараж. Негде помыться. Нет официальных мест. Вот все это присутствовало, да, в те годы? Ну, это часть причин. Все было намного хуже и намного сложнее. Ну, вот поехали в 80-е и поговорим обо всех проблемах. Раз у нас автопутешествия, поискорическое, поедем в 80-е. Вообще, вот с точки зрения сегодняшней ситуации, 80-е годы были довольно унылыми в плане автомобилизма. Если в 50-е, это было очарование стиля, было много хрома, были красивые формы автомобиля. Если в 60-е, это был там ракетный дизайн во всем, от алясов мотоциклов до задних фонарей машин. Ну, понятно. Если в 70-е все это донашивалось, 70-е эйфория великих строя, там, КамАЗ, Тольятти и прочее, то в 80-е это такое было серое, унылое время во всем. То есть, если раньше были такие красивые, желто-синие троллейбусы, то в 80-е годы уже ходили серые, мрачные, ржавые троллейбусы ЗИУ-5, устаревшие. Жгули тоже уже считались устаревшие машиной. КамАЗы на наших дорогах они получились трясучими и не оправдали ожиданий. Остальные были еще хуже, если кто помнит, был такой автомобиль «Калхида». «Калхида», я помню, да. Типа КамАЗа, который пыльный едва, ездил, грелся, доживали свои ЗИУ-157-е еще в сельском хозяйстве, в леспромхозах. Это вообще из 50-х автомобилей москвичей, которые не пользовались спросом. Вот и все это ездило по нашим улицам. Машин было гораздо меньше, конечно, чем сейчас. «Москвичи», мы говорили, в 70-е, да, они появились? «Москвичи» доступны, 2140, 412, вот они и в 80-е были. «В такси», да, вы говорили? Купить машину вообще была проблема. В 80-е годы стали продавать прежде всего запорожцы. Причем не новая, а запорожцы, инвалиды, проездив там 5 лет, должны были сдавать свою машину, а ее продавали. Это Дуани или по-нашему это поселок Новый, там была база Агруторга, и вот туда свозили запорожцы со всей области, полученные от инвалидов. Естественно, туда старались впихнуть перед сдачей все самое плохое, лысую резину, убитые там какие-то карбюраторы и прочие запчасти. Тем не менее, слух по городу проходил, что запорожцы будут продавать, и народ выстраивался с ночи там по записи, не знаю, писали ли на ладошке, но у этой базы, там переулочек такой идет, вот у этой базы была очередь. Сколько стоит? От 600 до 200 рублей. Это 80-е годы, то есть 200 рублей. От 60 или от 600? От 600 до? Да, то есть самые хорошие 600 рублей, а уже которые не могли двигаться, это рублей 200 продавали. 200-600. Ну, хорошие уходили, видимо, нужным людям, там, по звонкам, потому что приезжали, забирали, остальные бросались, причем запорожцы были еще старые, ушастые, 966-е, это были 30-ти сильные машины, вот, народ, там, сметая все на пути, топча младенцев, отпихивая женщин, бросался в очередь. Да, это все машины, видимо, стояли. А вообще такое чудо-явление, чудо-автомобиль, запорожец, он откуда вообще взялся? Да, нормальный был запорожец. Кем разработан, почему именно он такой, с обычным воздушным охлаждением, с двигателем сзади, а не с губами? Эта история еще тянулась с 40-х, 50-х годов, когда во Франции, Испании, Италии делали машины подешевле, доступные, с воздушным охлаждением. Наш первый запорожец, горбатый, он был связан с Фиата, практически, вот, а остальные были уже наши разработки, двигатель сзади, был предметом анекдотов, особенно, ну, до 90-х лет, там, Новый Рус, и на 600-м Мерседесе идет на запорожце. Вот у меня первый автомобиль тоже был запорожец, правда, не ушастый, а уже мыльницей его называли. Как он вам достался? Хорошая машина, ну, понимаете, закончил институт, вот, мы солидные люди, мы 80-е годы, это 84-е, мы уже должны ездить на машине, до того у меня был мотороллер, электрон, и достался, вот, интересно, было такое бедное время, и приносили, вот, сейчас все очень любят вспоминать, ностальгировать, было хорошо в СССР, а было по-разному, вот, приносили, ничего не было в магазинах, но это уже ближе к 90-м, и приносили в организацию талоны, и была лотерея, вот, у нас была газета выбора, городская, туда принесли однажды предметы потребления, надо было, на всех не хватало, надо было разыгрывать, одному доставались талон на стель и меховые, одному на костюм, 58-го размера, при его размере, там, ну, 46, скажем, вот, Голик был размера 48-го, он, ему, такой бежевый костюм для пенсионера, кому-то там, еще чего-то, штаны, это, ботинки, а мне достался мотоцикл «Восход», я думал, а надо ли мне его, мне, да ты чего за такую цену, иди, бери, я поехал на «Дружбу», магазин «Спорттовары», там, мне выдали этот «Восход» в деревянный обрешет, и я сам это все отламывал, нашел бензин, заливал, уехал своим ходом. Я помню, кстати, в моей семье покупала тоже «Юпитер» и «Иш», деревянный обрешет. Теперь люди перестали радоваться, вот, покупают там лексус, покупают чего-то, и ходит хмурый человек, что-то вот, не нравится цвета биф, и да тут что-то, пятнышко, да тут чего-то, вот тогда люди покупали, подержанные «Запорожец», и счастье было, ну, на целый портал, наверное, это надо было выходить, смотреть, любоваться. Ну, если новая машина дышать этим запомним... Счастье не только в том, что на нем ездить, но еще и ремонтировать, ими педирать. Это было действительно не следствие передвижения, это было роскошно. Но 80-е, чем характерно, что 80-е «Жигули» уже они были морально устаревшими, и наш «Автоваз» поднатужился и выдал знаменитую машину по прозвищу «Зубила», то есть «Зубила» сразу прозвали, но она, понимаете, вот она сразу рейтинга и не набрала. В 80-е годы, например, наш известный писатель Владимир Арсентьевич Ситников, он получил, он сдал на права, и он получил квоту на право приобретения автомобиля и нового. И все было по записи, все было там распределено, распределялось каким-то образом, и была возможность у него купить «семерку» или «восьмерку». И тогда было мнение, что «не-не-не, восьмерку не надо, это сырой автомобиль, там такая щель». То есть недоверие, да? Между стеклом, да, между стеклом и этим капотом, там действительно что-то непривычно все было, поэтому вот взяли они «семерку», ездили на ней, а потом стали эти «восьмерки» понемножку просачиваться. Вначале на них оборачивались, едет «вишневая восьмерка», ой, что-то новое. И мне рассказывали очевидцы этих событий, и владельцы этих автомобилей очень удивило то, что «АвтоВАЗ» переднеприводные автомобили выпустил, да? Ну, это была общемировая тенденция, тогда не только «АвтоВАЗ», а если вы помните такой огромный, ужасного вида и страшный гниющий автомобиль «Азовка», это был «Москвич-2141», он тоже был переднеприводный, и была «Таврия» переднеприводная, уменьшены обе «Восьмерки». Вот, потом, по-моему, сделали с половинчатым двигателем от «Живулей», тоже переднеприводный. Была общая тенденция, когда все журналы писали, обучали, как надо на них ездить, что надо при заносе, наоборот, не подтормаживать, а по газам там все такое, ну, это входило. А, кстати, многие специалисты, Евгений Абертович, до сих пор называют вот эту «восьмую серию» самую удачную работу «АвтоВАЗа». Она, может быть, если не считать то, что мы модифицировали в течение почти четверти века устаревшую итальянскую модель «Фиата», то это была собственная разработка, она удачная. Я до сих пор знаю людей, которые бы с удовольствием купили неубитую «Восьмерку». Вообще, в 80-е, вот на фоне вот этих унылых серых троллейбусов, вот автобусы, скатавозы, это был «ЛиАЗ-966». Вот смотреть-то не на что было. Ну, москвичи, вот, все хорошие машины из 50-х, 60-х, это «Волги» 21-го победы, они уже догнивали, они уже были раритетами, но они получали гран-при на всех выставках, они шли на спорта у нас. Ну, вот такое время, но зато были аномалии, такая социальная флуктуация, то есть наименее вероятное отклонение от наиболее характерного состояния. В 80-е годы, вот, например, появились на улицах нашего города Ди-Эроэры. Тогда слово «байкер» почему-то еще не было в обиходе, вот, а «эры» появились. Может быть, вот то, что смотрели фильмы западные, там вот эти «байкеры» были, почему-то связались с рок-музыкой, вот, да вообще смотрели фильмы, да, движение там было на Западе, в Америке, и у нас это была большая разница. Даже если, ино, посмотреть назад в будущее, вот, 50-е годы, провинциальный городок в США, машины, у нас даже вот в 80-е, все было довольно печально. А кто такие дикие дикториалы? Четыре «байкеры» и проезд на троллейбусе, пять на автобусе. Как они выглядели, как они вели себя? Прежде всего, предыстория. Откуда они взялись? Надо заехать немного в 70-е. Я говорил, что это было время байкеров по неволе, то есть не хватало денег у народа на автомобили, и все ездили на мотоциклах, потом эти мотоциклы стали постепенно из города вытесняться в село. То же самое происходило с мопедами. В 70-е годы, в начале 70-х, наша промышленность, это в основном Прибалтика, завод Саркана Звайгзна, красная звезда, или там в меньшей степени Пензенс, и велозавод стали производить мопеды. В 70-е годы это были уже не просто железя, и у них получился то, что сейчас называют словом «дизайн». Это была, во-первых, Верховина, Верховина-3, Верховина-6, Рижские мопеды и прочее. И вот они получили популярность у пацанов, скажем так, в городе, у пацанов 70-х. У нас в школе, наверное, вот очень многие были мопеды. Почему? Потому что еще была масса сарая в Дровинниково, бензин стоил там ничего, и его наливали. Мопед в магазине в спорттоварах стоил 160 рублей, 200 рублей, но их никто не покупал, потому что за 15 рублей... Вполне подъемно было, да? Ну, зарплата 200, ну зачем? Когда можно было рублей за 15, за 25 купить монстра, который ездил, там было собрано из 5-6 разных моделей, оно ездило, это и не надо, собирались... Это же мопеды? Да, мопеды, то есть потом были и уже с половины 80-х. И эти пацаны гоняли по нашим улицам, где не было движения мимо деревянных тротуаров, мимо деревянных домов с садами, на этих мопедах, в том числе по Дериндяево, Эрлолитних, Тамаклина, вот тут в центре везде были мопеды. И к 80-м это поколение мопедистов, они подросли, они стали слушать музыку, стали слушать уже позже Цоя там и все прочее. Им захотелось железного коня по себе. Они знали, что такое арбюратор, сцепление, двигатель, внутреннее возгорание, знали матчасть. И вот пошла мода. Трудно сказать, откуда она пошла, но в нашем городе это приобрело очень массовый характер. Причем пошла мода загибать эти задние крылья у мотоциклов, портили внешний вид. Это было ужасно и опасно для езды, потому что смещался центр тяжести. Пассажир сидел там на полметра выше. Вот эти несчастные переделанные явы, ежи и даже восходы умудрялись там загнуть вопреки всяким нормам мотоцикла и строения. Вот эти диэ-роеры, они носились по городу. Причем вот сейчас байкеров их полно, но едет солидный, там где-то в татуировках, на солидном мотоцикле, их же нету стаями. А те сбивались группы, то 50 человек. Я сейчас все названия уже не помню, была дикая дивизия, это одна из самых известных байкеров и группировок. Вот они ездили, они могли строем там проехаться через всю ширину Октябрьского проспекта, могли взять в коробочку таксиста или частника. Это же опасно, вот со всех сторон там что. Так у них в чем философия-то у них была? В общем-то, мотокулиганство. Мотокулиганство философия заявить о себе. По форсии, да, в таком виде? Да, все было пионерия комсомолия, там, и все было полинеч, и все разложено. Вот они такие, мы крутые, мы едем стоя на сиденье. Очень интересно, я с балкона смотрел с Октябрьского проспекта, вот он едет там, подножек нет, он стоя на сиденье, нагнувшись за руль. То есть они и бились нещадно, травмобольницы были в ту пору забиты мотоциклистами. Ну, Госавтоинспекция как-то ведь пыталась их приструнить? Да, впервые, вот сейчас вот у нас появился опять, но это уже по спирали все идет, появился у нас мотовзвод или мотоподразделение, которые ловят там несчастных скутеристов, которые ездят 40 километров в час или чего-то. А тогда вынуждены были у нас, не в ГИБДД, а еще в ГАИ, купить мотоциклы и создать вот этот мотовзвод. Я не помню, что была за техника, по-моему, даже были Уралы, и это модифицированное, не помню, что иномарки были. Вот они гоняли этих бедных рокеров. Описан случай такой, книга была культовая, в 80-е годы, «Авария дочь мента», вот этот фильм даже был снят. Гнались милиционеры за Ройером, в итоге он куда-то налетел, погиб, оказался со всем этим юным мальчиком, когда шлем там снялся. Это не было, конечно, костюмов не было, этих пластмассовых рептов и прочего. Вот такое движение. Если кто помнит, как оглашали жутким ревом 40 мотоциклов, которые ночью в 2 часа проносились по улицам, то это было явление 80-х. Из плюсов еще, ну вот, конечно, автобусы были из катавоза, я говорил, что пытался хотя бы один сохранить. Вот я хотел бы обратиться к властям города, области и всем заинтересованным. Еще можно найти наш знаменитый легендарный катавоз, который вывез на своих лесах у нас все 60-е, конец 60-х, 70-е, 80-е, даже 90-е. Это три десятилетия. При всех своих конструктивных особенностях он имеет право быть увеченным для потомков. И эти автобусы стояли где-то на стоянке, еще недавно на улице запроизводственной. Дальше, я помню, была огромная панорама, их готовили на металлолом. Может быть, один сохранился. Еще есть возможность хотя бы в автоколонии 12-13 установить на постаментах, который три десятилетия ездил. Может быть, меня услышат и, может быть, что-то сделают. А название, кстати, с катавоза неприглядное. Кто придумал? С катавоз 966. Кто придумал неприглядное название, это прозвище? С катавоз народ придумал, потому что эти автобусы ходили сюда, и в Чапец, вот они ездили там. Еще в Ирове они были получше, а совсем-то битые отправляли в район, и по Слободскому ходили такие, что при полной загрузке он дном скреб там по асфальту, он уже проседал весь. Но из плюсов 80-е, отмечу, что появились и карусы у нас. Это первые автобусы Инамар, если кто-то помнит, темно-желтые, сочлененные автобусы. Это было необычно для нашего города. Кармошка, да? Да, куда-то гнали. Части из них тоже были не новые, но вот любили люди стоять вот на этой русели посредине гармошки, там это все крутилось-вертелось, а лесо там было запасное. А помните, вы их ведь пытались возродить, запускали их по городу в начале 2000-х? Ну, может, запчасти, все-таки, видимо, хозяйственные связи стали другими, не было отношений к запчасти, их же потом гармошки модифицировали, гармошки срезали, этот зад приваривали, что-то такое, они все латанные-перелатанные ходили, но еще были на межгороде красные, красивые туристические карусы. С мягкими сиденьями. И вот даже наши все эти забытые богом райцентры, они сразу стали ближе, потому что одно дело трястись на скотовозе в Белую Холуницу, а другое дело там или в Амутнинс, или там в Ржун какой-нибудь. А когда туда едешь на хорошем карусе, как в самолете у тебя сиденье откидывается, вот это было забавно. Автобусы ходили и по городу, они тоже свою роль в автоистории нашей сыграли. Ну, в 90-е забегу вперед. Подождите, давайте еще вернемся к легковым автомобилям, к личному автомобилю. Есть человек, который работает на заводе, предположим, у него есть желание купить автомобиль. Что нужно сделать? В начале накопить, конечно, денег. Если надо было 7-8 тысяч при зарплате в 200 рублей, то это было очень весомо. Надо было продать родину, как говорили, то есть это продать тещин дом в деревне, там или дом родителей в деревне, тогда продать все, где-то скопить денег, и потом надо было записаться в очередь. У нас вот даже... Где принимали эти заявки? В предприятиях, там были... Это вот и на предприятиях, там надо было впереди передавить и производство, но перед этим покупали какой-то мотоцикл, даже не документы, и надо было идти в райадминистрацию, райисполком тогда назывался, и давать заявление на гараж. Вот, потому что на улице это было чревато оставлять, машину снимали, все, аммуляторы, дворни, бензоносы. А это было распространено, да? Да. Это воровство автомобиля. Запчастей не было. И потом, когда человек ходил, и надо было еще ему характеристики собрать, что он такой-то передави, и там не пьющий, и все, и ему в очередь машину, и ему профсоюз потом давал право на приобретение авто. Но в 80-е был не и прорыв, потому что стали продавать москвичи, видимо, совсем уже неплохие стали на зал, а москвичи и Нивы, они стали без очереди продаваться, даже в кредит в автолюбителе. Поначалу первые полгода разбирали, как-то быстро насытились. Они вот висели долгое время в свободной продаже в конце 80-х. А в автолюбителе можно было прийти посмотреть на конкретную модель, вот как сейчас, по аналогии современной, что приходишь в автосалон, смотришь, пожалуйста, там не продавали, там, может быть, была запись, а продавали все вот на той же пресловутой базе в Гурторгов, в Думях, где вот запорожцы были, там машины свозили, то есть если выигрывал вот этот билетик счастья, тебе там доставалась в очереди машина, то надо было ехать туда же в поселок Новый и на базе таким-то образом. Вообще вот где-то... Кстати, простите, вот для меня было таким открытием вот этот фильм, папа купил автомобиль, кировский фильм 1984 года, вот про запчасти, да, вы сказали, действительно свободной продажи запчастей не было, они только через станции техобслуживания? То есть если нужно поремонтировать, едь, пожалуйста, на станции в этом выступлении я говорил об истории нашего автора, наш легендарный магазин «Автолюбитель», он был пуст в 80-е годы, но возле него ходили такие загадочные личности, которые, помните, Иван Васильевич меня от профессии радиомагазин раз с полу от ИДО радиодетали, вот такие же люди ходили у автолюбителей и говорили, вам что по «Жигулям», вам что по «Москвичам» и помогли сбегать, потому что сразу не было, были целые списки и все доставали. В основном это были ворованные запчасти с «АвтоВАЗа», с «АвтоВАЗа», никто официально их не продавал, но, видимо, через заборы там они уходили целыми машинами. Потом эти люди создали свой стихийный авторынок у автолюбителя, потом их оттуда убрали, и они переселились на грязную клиняную площадку на улице Луганской, где сейчас авторын содержатся, и многие из них начали. «Ларёк», там какой-то был из вот этих индийских трущобы в фильме про миллионера, помните? «Миллионер с трущобы», «Индийских трущобы», такой же был авторынок, вот этих жордачек, палочек, их-то робок от холодильников, контейнеры, которые для междвугородних перевозок были. Вы говорили в прошлой передаче, и многие умудрились на этом состоянии сделать. Надо было подумать, у меня тоже был выбор, 2000 рублей там как-то скопилось, можно было купить либо убитую-убитую копейку в 84-м и в 84-м либо нормальный запорожец. Вот и поэтому копейку там не было. Кроме этого, был всего один, это сейчас вот этих самых автосервисов в полнору, куда вот едешь, и они всюду. А тогда был, представьте, город полмиллиона, автомобилей, конечно, поменьше было, один единственный автосервис государственный, он был на улице Луганске возле вот нынешнего авторынка, и там была запись, там было убийство по записи туда попасть, это ветераны войны, это участники войны, это все, там Валерия орденов. Им приоритет отдавался. Им, да, в первую очередь, потом там, Бог знает, очередь была на полгода, но зато у нас сделали все, умельцы на заводах на наших, то есть на Лепсе, вот я знаю, что от такой жизни вынуждены были научиться разбирать, это только в России, наверное, было, разбирать и ремонтировать неразборные узлы, то есть одноразовые, скажем, вот эти шаровые, их там распиливали болгар, меняли там этот вкладыш и полировали этот шарик, который там снова делали на винты или заклеп и ставили обратно. Фильтр масла, ну, который сейчас в двигатель вкручивается, ну, не было, а что делать? На этих, на карбюраторных автомобилях? Да, масляный фильтр, то есть его распиливали, его промывали там в соляр, его скручивали хомутами, и ставили новые фильтры и вообще, ну, вот сейчас понятно, что замена масла там и все, масло вообще, знаете, продавали, вот сейчас Ольга Сартов, там масло, 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 мы передачи, да, да, лучшая реклама масла была, что купите такое масло, это Viagra для вашего автомобиля, была хорошая реклама, сейчас ее нету. А было только автомобильное масло, Автол, и дизельное, и все. Причем продавали, знаете, как оно, было вот на автозаправках там, где-то сбоку от будки автозаправщика был такой рантик, такой грязный, и вот оттуда платишь и тебе такую порцию масла подозрительного, скорее всего, оно было уже не новое, а в автохозяйствах, да, собирали отработку, ее фильтровали, чистили, что-то там подяжили, смешивали, потому что она очень быстро портилась и расслабилась, и вот это масло заливали, а промывка сейчас, вот промывка пятиминутка, промывка это, это, туда 3 литра соляр в двигатель заливали вместо масла, да, и ручку, вот были у всех машин ручки, которыми моторы заводили, вот такую ручку 5 минут кривой, кривым стартером крутил, отвинтил, эту солярку вылил, все двигатель промывал, считался, и вот надо на рекламу нам подождаться, дайте, на рекламу сходим и вернемся. Уже треть программы, я напомню, мы говорим об истории автомобилевого транспорта в нашем городе, Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель Музея инженерных наук ВИАТГУ, президент Пятского метроклуба, гость передачи, ну что 90-е уже, там мы подобрались. Ну вот, еще чуть-чуть вернемся в 80-е, 80-е, это постоянная проблема с бензином, особенно в период там посевной, уборочной, почему-то да, вся техника работала на соляр, а пропадал 92-й, бензин-то был еще 66-й в начале, а потом 72-й, потом 76-й, а потом вот эти все исчезли, практически. А сколько 80-х заправок было по городу? Вы как-то уже говорили, что была единственная сначала бензоколонка в Авраге на Герцаре. В Авраге, а так были на выезде, вот Макария, одна из старейших осталась Макария, потом была заправка, и одна из старых, это вот если сейчас ехать по новому ГАИ, ГИБДД, по Заводской улице, там была заправка, там чем было у них, забавно, что когда бензина не было, то какой-то запас был, приехали какие-то хулиганы на восьмерке и требовали в 80-е годы заправить их, бензина не было официально. И когда им отказали, они угрожали сжечь эту заправку, вот, и люди обращались даже в газеты, чтобы им хотя бы телефон установили на случай вот их вот эссесса. И вызвать милицию, да? Да, у них даже не было. И что, прямо бензина нет, и все, город стоит, никто не ездил? Ну, в смысле, нечего транспорта. Если надо, вот, например, ехать куда-то, обычно все в сады ехали, выходные, зимой многие вообще не ездили, а что зимой машину там в гараж на подпор, и все, а летом надо там тещу на дачу везти, это с 4-х, с 5-ти утра, вот, когда были перебои, занимали очередь, причем больше 10-ти литров одни не давали, ну, да находили, в магазинах ничего не было, в холодильниках все было, бензин что ли, в любом колхозе едешь, там, и это эти бензовозы или чего-то, назывался, сейчас термин пропал, жидкий доллар, то есть, это бутылка вод, и можно было за нее хоть ванну бензина там, или, ну, сейчас, понятно, уже с технологией существуют, да, эти все возможные? Мы поехали в 90-е. автозапуски, нет, я еще про зиму хочу спросить, автозапуски сейчас есть, и заводка, машина прогревается. Правда, это что морозы даже на ночь не глушили многих? Не, такое маловероятно, что не глушили, потому что, во-первых, и расход бензина, и угарный газ, и все, но были способы, довольно опасные, например, если надо было утром ехать, то электроплитку ставили под картер, и она всю ночь работала и горела, либо уази, и, например, сливали на ночь воду, и заливали горячую воду и беток от мотора, где могло все там треснуть, разница. Кстати, уази и начали продавать тоже в 80-е, НС 80-е, тоже в дурнях, вот там, если Жигули стоили 7,5 тысяч, там 8, то уази стоили, по-моему, 14 тысяч, тем не менее, спрос был бешен, уази, и эти разбирали в ноль, их было немного, но вот это 80-е, уазы стали продавать, и тут же надо было бежать в автомат, их ставить на учет. Ну ладно, поедем в 90-е, вот после этого унылого времени 80-х с устаревшими машинами, с серыми троллейбусами, с мрачными желтыми автобусами наступают 90-е. 90-е сразу начались с прогресса, почему? Потому что появились иномарки. До 90-х их практически не было. Иномарка, она воспринималась это трофейный Хорг, трофейный Опель Апитан, которые с войны привезли, их было в Ирове несколько автомобилей, либо польская Ныса или Жукот, а то сейчас помнят и о машине, либо там еще какой-то неизвестным образом попавший в Вольфваген Жукот. Но не было иномарок. А в 91-м году впервые разрешили привозить из-за границы машины тем, кто проработал там полгода морякам, которые там ходят за гран либо военным, которые служили в этой группе войск Германии, Чехии и все. Поначалу вообще было непонятно. Вот образовался вначале таможенный пост, потом таможня была на вот здесь в доме правительства со стороны театральной площади. Приезжали люди, не было ни справ и счета, ничего, а было, я помню, рукопись командира части даже не на машинке, а трубки, что эта машина действительно офицерам таким-то купленным в Германии привезена и не было закона. Вот поэтому не было даже у тому же формы выходил такой огромный тому же Мурат Гейдаров, он где-то взял зеркальце у гаишников и он делал вид, что он осматривает машину, сверяет на мирные там и это агрегаты, что-то лазил, смотрел, все привозили и в спортивных растянутых штанах причем ходили депутаты, члены правительства в костюмах и они так уважительно прямо под оконами вот я сейчас напротив Ленина Парков всегда спецслужбы работают, это круто было. Что за модели, что за машины вот эти первые на марке? Это наши везли в основном и те же восьмерки там был какой-то... Восьмерка? Да, вот наши везли, а самые первые это были модели, ну, что там, Форд Сьерра, Опель Аскона, этот Форд Скорпио, Форд Таурус, вот огромный такой, ну и наши вот, таким образом, но это было чуть позже, потому что в 92-м году к лету было принято законодательство, когда налог стал составлять, был 5 плюс двигателя, стал 0,1. Это было уже доступно для народа, то есть пошлина была маленькая, но было одно условие, что в течение двух лет иномарку продавать нельзя. Тем не менее, народ ломанулся. Это в масштабах страны такой закон? Да, да, да. Народ ломанулся за машинами и вот тогда-то и хлынул, это уже ближе к осени 92-го года случилось, тогда-то и хлынул поток иномарок в Россию и в ИР. Таким образом, вся Европа избавилась от автохлама и часть... Удачная программа, да? И части этой Евгонии и там и все, да. Утилизации в Россию, да. Все там люди наживали состояние, появилась профессия, она была очень опасной профессией автогонщика. Перегонщика. Да, многие из них сейчас работают на втором перекупке, тоже машины под заказ, а тогда гоняли из Польши, там за ними гнались бантиты, они... Все пропитание это была бутылка воды и обгрызенная бухан хлебом мне вот эти гонщики и говорили, что нельзя было остановиться, могли тут же тебя избить, отнять документы, отнять машину, на ходу вот грыз этот хлеб, запивал водой и мчался, мчался там куда-то. Если за ним гнались, надо было домчаться до кулнами, обычно там сколько-то людей, пять, шесть человек в Польше или в Германии импоновались, то есть мафия уже работала там, но сюда привозили, таможня в ту пору переехала на Котябрьский проспект, том 32, это была маленькая квартира на первом этаже, очереди были дичайшие, с трех-четырех ночи занимали, весь двор был в машинах, в подъезд обычного жилого дома, ну, я не знаю, почему такой маразм был, но таможню вот туда заселили, вот не давали помещения, жильцы подъезда не могли туда зайти, были дра и избили таможень от швабры, вот, и народ просто с машинами с утра до ночи, вот это, сейчас, за год оформляется гораздо меньше, чем тогда, действительно, появились, они стали продаваться, перепродаваться, и вот весь город, он был буквально за год заполнен и нам. А какая модель, и какие модели вот особенно ценились? Ну, ценился Форцкорпия, потому что там была бархатная обивка, да вообще любые, тогда на фоне наших этих ЭПЕ и прочих, даже эта Тоскона или там старая Японка какая-нибудь там, она оказалась, вообще, тогда же не было, никакого сервиса, не было для иномара ни запчастей, ничего, еще хуже, когда везли с Дальнего Востока, там, праворульные, надо было, да, эти праворульные, там же не было дороги, это сейчас, асфальт проложили до Владивостока, тогда надо было, называлась сетка, это платформа, была для автомобилей специально, железнодорожная приспособлена, и сетка затянута, вот туда надо было погрузить машину и на ней там проехать, даже, вот там-то бандиты, конечно, тоже были, отнимали эти машины, кто пытался погрузить своим ходом, не помню, в какой области, вот там, по принципу, этот, Волливуд высечена, в скале, да, в скале, то ли написано, то ли высечена, была фраза, что-то там, а, дорога России лежит к Иану, работа и вану, а деньги в Ивану. Кстати, 90-е, да, середина уже ближе, это же время зарождения тех самых, в моментах хранения новых русских, на чем новые русские предпочитали ездить? Поначалу ездили, хотелось тоже выделяться, по-круче, Поначалу ездили на этих же вот машинах, которые удалось везти, недавно один мой приятель из нашего областного силового ведомства мне рассказал, на чем там, ну, еще 15-20 лет, назад там, ездило руководство, которое сейчас на Геленвагенах, которое сейчас там на Лексусах, а тогда у начальника этого силового ведомства была Нексия. Нексия. Это было круто, это была иномарка, вот, а тогда ужасно, вот я помню, такой один предприниматель, довольно успешный, у него была фирма по строим материалам, у него был Opel Adet, это еще такой, совсем старый Opel Adet, таких вот, закругленных форумов, и у него там багажник была такая, что там, наверное, аргуз бы выпал вот оттуда, то есть, это был успешный бизнесмен, и он ездил, а чиновники тогда, они, в отличие от этого, они были довольно ровно, сидели, ездили на скромных машинах, а тогда бизнес, наоборот, покупал, это сейчас там, перекос, уже, хорошие машины покупают, другие структуры, чем тогда, ну вот, хлынули, это был такой типичный период в 90-е годы. Ну и получили то, что получили. Евгений Альбович, у нас остается пару минут, мне хочется вашу экспертную оценку, послушать о современном состоянии автомобильного мира, о современных автомобилях, может быть, сейчас это для кого-то открытие. Плохая моя оценка. Я как ведущий автомобильной программы, да, может быть, сейчас для кого-то будет таким открытием, но вот мне современные автомобили, по большому счету, не слишком интересные. Вот, все как-то безлико, похоже, одно на другое, нет уникальности. Это одноразовые автомобили. Вот знаете, вот даже вот тот автохлам, который в 90-е привезли, он имел свое лицо. То есть, ты идешь по улице, знаешь, что это 320-й Mercedes, что это Audi-селедка, там, или Audi-80. Вот теперь же их столько, вот, и они мало чем отличаются, и они неремонтабельны. Давно уже ушло в автосервисах, чтобы там что-то рихтовать, это очень мало, и редко. Меняют сразу часть кузова целиком. Да, сразу отправляют в магазин. Либо у нас вот даже пример такой, это Renault Lagann, такой, не знаю, иномарк, это или не очень иномарк. Renault Lagann? Да, снег упал, стоял у нас у дома, и снег свалился у крыши, рядом стоял УАЗик, Буханка, и от него, как от барабана, я почему и в окно-то посмотрел, вот эти ледяные глыбы, они бум-бум-бум-бум отскапивали этот Renault, он не просто, видимо, не жесть уже, а фольга, там крышу не просто помяло, вы понимаете, эти спин и передних задних сидений, они обозначились вот в этой крыше, то есть эту крышу почти до сидений. И эти одноразовые машины, они действительно для одноразового использования, сейчас вот, говорят, встал у нас весь вторичный авторинок, а почему-то, да потому что не только денег, у нас все пытаются с машиной расстаться, считают, что она что-то стоит там. Если у тебя какая-нибудь пятнашка, у меня приятель купил на днях великолепную 14-ю за 30 тысяч, потому что она еще ремонтабельна, а все эти... Влад Самару вы имеете? Да, 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 все эти и тайс, и прочее, они абсолютно неликвидные, у людей еще нет сознания, что они ничего не стоят, они металлолом, их надо плющить, вот это следующий этап нашей российской действительности, когда у нас образуется огромное автокладбище из плющенных машин, где будут снимать новые российские сериалы о бандитах и прочем-прочем. Евгений Альбович, несколько секунд остается, где, куда можно прийти посмотреть на результаты ваших собирательских трудов? Ну, я думаю, что... Ретро-клуб, я имею в виду, где можно полюбоваться этой стариной на колесах? Вопрос решается, я думаю, что с осени все будет под флагом Вятского госуниверситета, и тогда уже тщательный вопрос о помещении будет решен хотя бы вначале для мопедов, мотоциклов. У нас их уже около 30, а потом автомобили, я верю, что в городе будет ретро-автомузей и ретро-мото-музей. Площадка, здание, где? Да, иди. Ищите, работа проводится. Спасибо. Мы обязательно еще с вами встретимся, поговорим, еще найдем массу интересных тем об истории нашего города. Евгений Питулин, историк, карьерет, руководитель Музея инженерных наук и от ГУ, президент Ретро-клуба. Программа сделана на ветке. Спасибо, всего доброго. Спасибо, кто слушал.